Каждый раз, когда я отвлекался от мыслей о ней, она всплывала из ниоткуда. Каждый раз, когда переставал верить в нее около меня, она отправляла мне сообщение. Нет, не лично, а каким-нибудь постом в соцсетях о глубоких мыслях каких-то умных людей. Каждый раз, когда мне хотелось ее найти, она словно отдалялась еще дальше, и, возможно, встреча становилась практически нереальной. Каждый раз, когда я ожидала того меньше всего, она появлялась в моей жизни из ниоткуда, с точно такой же очаровательной улыбкой и бешеной энергетикой, которая валила меня с ног. Она находилась так близко и просто смеялась, рассказывая обо всем, а я ловил себя на мысли, что никогда еще так хорошо себя не ощущал в чем-либо обществе. Так комфортно, естественно и отреченно от всего мира. Я любил позлить ее какой-нибудь дурацкой шуткой. Черт, я обожаю, когда она злится. Этот ее злой взгляд, который пронизывает насквозь, заставляет меня желать ее еще больше. Удивительно. Я встречала ее всего четыре раза в жизни. Три из них абсолютно случайно. Ощущение, будто живу я ее всю жизнь. Будто она для меня и всегда была. Просто я совсем не понимаю, что делать. И чертовски боюсь провалиться в нее насовсем. В дребезги. И тогда она не оставит ни частички меня. Или наоборот, наполнит меня настоящим мной таким, которого я никогда не знала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова